Привет. Снилась какая-то чертовщина, как, впрочем, и обычно. Испугался и проснулся. Вот что удивительно. Если сны это производные нашего собственного мозга, как утверждают мозговеды, то почему же мы пугаемся неожиданным поворотом нашего собственного сценария? Ну, на вас напал грабитель, и вы пугаетесь и просыпаетесь. Или на вас бросается собака, или что-нибудь подобное. Это же ваша собака, это же ваш собственный грабитель. Вы как думаете? Увидимся в студии. Хорошее кино я люблю, но назвать себя киноманом не могу. А уж в сериалах совсем не спец. Посмотрел их за жизнь 10-12, включая 17 в мгновение весны. Тем интереснее поговорить с человеком, который работает в киноиндустрии. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Какие для вас важны параметры, чтобы согласиться на роль? Ну, на самом деле, наверное, не так важен объем, как качество. Качество, в каком смысле, что я имею в виду? Качество... Ну, насколько интересной перипетии проходит персонаж, насколько меняется его характер, ну и так далее. То есть, чем больше поворотов, тем интереснее. Но вы, насколько мне представляете, я уже аккуратно сказал, что я не спец, но вы много работаете в сериалах. И в сериалах, и в кино. Ну, какой-то был промежуток, когда превалировали сериалы. Да, у меня. Я не знаю, почему, с чем это связано. Потому что я в юности был избалован, да, питерскими очень хорошими режиссерами. Мне удалось с ними поработать, там, совсем со старой гвардией, такими, как там Александр Николаевич Сокуров, Герман Алексеевич, ну и так далее. Вот. Это, конечно, это просто... Я действительно был избалован этим, и это большое счастье, что я их увидел, прикоснулся к этому, ко всему. Хотя я очень мало чего еще тогда понимал. Это мои были первые робкие шаги, но это навсегда осталось со мной. Вот. А потом почему-то так, наверное, индустрия кино и вообще телевидение, она посмотрела в сторону сериалов, начиная от не очень хороших, заканчивая очень хорошими. Поэтому в этом смысле эта отрасль сейчас очень выросла. Вот. Поэтому был какой-то достаточно долгий период, когда в основном были сериалы. Сейчас уже как-то это поровну происходит. Вот. Получается, что был довольно такой серьезный для вас скачок, когда после Сокурова и Германа вы попали в сериалы. То есть это, в общем, такое было, ну что ли, понижение? Ну, наверное, можно так сказать, дауншифт, но к этому, ну, вы понимаете, какая вещь? Как-то я научен, да, воспитан тем, что даже если ты, если ты влезаешь в какое-то дело, ты должен делать это честно. Ну, по крайней мере, стараться, насколько это возможно. Поэтому и опять-таки был я научен тому, что нужно в любой ерунде, за которую ты берешься, искать интерес. Да, чтобы это тебе было, в первую очередь, интересно. Тогда это будет интересно зрителю, ну и так далее. Поэтому, да, может быть, я какое-то время в юности переживал, что вот нету каких-то больших, я не знаю, там, блокбастеров или еще что-то. Ну, правильно ли я понимаю, что вообще это искусство сериалов, и на Западе это в первую очередь, вернее, раньше, чем у нас, становится более качественным. Потому что... И туда стремятся суперзвезды, для которых это уже не просто какой-то там, как для начинающих, там, ну, не знаю, способ подняться и что-то заработать, а уже с абсолютно, там, звезды в первой величине. Да, 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 безусловно. Для них это честь. Безусловно, безусловно. Ну, как объяснить? Я думаю, что причина здесь еще в том, что полный метр, да, кино. Но, если взять, да, так я немножко пофантазирую, в сравнении с литературой, да, киноискусство, это, в общем, куца и искусство, по сравнению, если взять роман и взять полнометражный, пускай двухчасовой фильм, но все равно это куца. Во-первых, во-вторых, ну, есть большая проблема внутренних монологов, да, героя, точки зрения, там, и так далее, и так далее. Но я к тому еще, да, начал этот весь спич, к тому, что все-таки история сериала, да, восемь серий мы берем. У нас есть больше пространства, пространства для маневра, для того, чтобы действительно показать героя с разных сторон, в разных ситуациях и так далее. В этом тоже большой плюс есть, в этом большой плюс, и я вот действительно тоже, это было такое отношение к сериалам, что ну вот, это сериал, а сейчас это, конечно, все по-другому. Правильное сравнение действительно с романом, потому что человек, который читает роман, он не читает его от корки до корки, он почитал, заснул, потом занялся делами, поменял летнюю резину на зимнюю, потом опять почитал, потом что-то поел, выпил, закусил и так далее. В этом смысле, да, поэтому это похоже, вы сказали о блокбастере и о сериале, но есть кино, которое может быть очень хорошее, но его посмотрят пять человек. Я много снимался в таком кино, как вы знаете, ну да, ну так называемый там арт-хаус и так далее. А это интересно, это правда интересно, ну, как сказала мне моя очень хорошая подруга, она продюсер, она говорит, она занимается как раз авторским кино вот таким, и она говорит, ты понимаешь, если бы вот не было нас, которые занимаются вот всем вот этим, то блокбастером нет, было бы тырить какие-то приемы, какие-то новые ходы и так далее. Я всегда за новаторство, да, но я очень люблю, когда есть health mix, да, то есть, грубо говоря, есть какие-то совершенно новаторские вещи, но при этом это совершенно понятно для любого человека. Я видел вот как раз совсем недавно в этой студии мы разговаривали с режиссером фильма «Сентенция» и фрагмент. С Димой. Который меня совершенно потряс, хотя это был буквально там несколько минутный эпизод, но фантастический. Я понимаю, что, наверное, не соберет это десятки миллионов, и, наверное, и такой и претензий. И уже не собрало, скорее всего. Ну, на самом деле, конечно, у меня тут такая личная в этом смысле история, потому что я, правда, счастлив, что я познакомился с Димой Рудаковым, который режиссер и автор сценария, и вообще со всей бригадой и с оператором. Ну, то есть, я просто был счастлив, потому что это было какое-то, когда я туда попал, воспоминание именно того кино, с которого я когда-то начинал. Хотя полных метров уже было много, но это была вот какая-то особенная вещь. И не даром, когда я совершенно случайно попал ко мне в сценарий. Совершенно случайно. Ну, как-то кто-то мне агент или кто-то переслал. Они, как вы понимаете, мне периодически присылаются. И я так иногда пролистываю там на второй странице, понимаю, все, выкидываем, даже разговоры не идем. И тут я сел и думаю, ну-ка, что там прислали? И вот, как вы говорите, не роман, а какую-то маленькую вещь, которую взял и просто вот без отрыва прочел. Я даже не стал звонить агенту, я перелистал на первую страницу, и там был написан автор сценария Дмитрий Рудаков, а я знал, он же что, режиссер, и его телефон. И я просто набрался наглости, ну, подумал, ну, что, раз он сам печатает, я имею право. Вам уже прислали, собственно. Да, 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 я позвонил ему напрямую и сказал, Дима, я очень хочу встретиться и поговорить, потому что это, во-первых, Шаламов, да, для меня святой человек, да, ну, мастер слова такой удивительнейший, да. Вот, во-вторых, сам сценарий мне, мне прям, как говорит молодежь, зашел. Ну, вот вы ответили на мой первый вопрос, что вам нужно, чтобы согласиться на роль. Все нужно, но нужно, чтобы было интересно. Конечно, конечно. Ну, то есть кино живо. Смею надеяться, да. Смею надеяться, да. Ну, оно, как сказать, оно не живо-живо, да, так, что прямо живее всех живых. Ну, не мертво-мертво. Ну, да, то есть, по крайней мере, как-то оно начинает из комы выходить, и есть прекрасные у нас уже работы, да, и именно, которые многобюджетные и малобюджетные. Я просто вижу, что даже не в этом дело, а дело в том, что там в кино появляются художники, настоящие вот как Дима, про которого мы сейчас говорили, еще несколько ребят, с которыми я познакомился, или о которых я раньше не знал, открыл для себя, хотя они уже состоявшиеся режиссеры, операторы и так далее. Я просто вижу заинтересованных и любящих свою профессию людей, при этом именно художников. А это, мне кажется, что это отличный, ну, не то, что старт, а продолжение, уже не старт. Федор, спасибо вам большое, спасибо, что согласились и поболтали, и вообще с вами очень круто разговаривать. Спасибо большое, рад знакомству. Спасибо большое. В этом слове сплелись два слова. Айпод, устройство для прослушивания звуковых файлов, и бродкастинг, радиовещание. И получилось слово подкаст. Да, вроде радио, но радио о том, что интересно тебе, и тогда, когда удобно тебе. Лика, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я должен был сначала немного объяснить, потому что слово, оно вроде бы каждый день, но не каждый, в общем, в теме. Я вам больше скажу, даже среди тех, кто занимается подкастами, есть некоторый спор о том, что можно называть подкастом, а что нельзя. Поэтому все, что я вам буду сегодня рассказывать, это мое личное мнение, это то, как я смотрю на этот формат. Так, как вы смотрите на этот формат? Мне кажется, что формат подкаста и то, чем я занимаюсь, когда меня спрашивают, а чем ты занимаешься, я говорю, я делаю, я упаковываю истории в консервные банки. Это такие консервные банки с историями, которые ты в любой момент можешь вскрыть и начать слушать. В отличие от консервов, их можно вскрывать еще раз, еще раз, а консервы портятся, поэтому я добавлю. Все, вы разрушили мою метафору, я не знаю, как мне объяснять теперь дальше все. Да, и дело в том, что это штука, которая набирает обороты огромные, в том числе в России, если раньше мы говорили об аудитории подкастов в 5 миллионов человек, то сейчас мы можем говорить уже о 10-12 миллионах человек в России, которые постоянно слушают подкасты. Это цифры микроскопические, и они очевидно вырастут в разы в ближайшие годы, потому что в Америке 68% населения регулярно слушают подкасты. А по возрасту там понятно, кто что слушает и кого больше, кого меньше? Конечно. Во-первых, довольно много в России слушают подкасты больше люди молодые, а в Америке культура радио была такая развитая, и люди более взрослые с привычкой слушать радио пересели, перешли на подкасты. И просто они стали, тех же самых людей, которых они раньше слушали по радио, стали слушать в формате подкастов, а те, кто занимался радио раньше, и те, кто работали на разных радиостанциях, перешли в этот новый формат. Но, как бы, дальше я сейчас за вас немножко задам сама себе вопрос, а в чем разница? Я как раз хотел спросить, ну, не совсем так, конкуренция ли это? Потому что, ну, мне иногда нужно послушать то, что я хочу послушать, а иногда я хочу быть причастным к тому, что сейчас происходит, вместе со всей прочей аудиторией. Ну, как, можно кино смотреть дома, можно пойти, можно смотреть телевизор, потому что там идут новости, а можно смотреть видео. То есть, я не вижу здесь вообще противоречий. Одно дело, вещание в прямом эфире, рассказ о событиях, которые происходят прямо в эту минуту, а другое дело, отложенный продукт. Но вот это отложенное потребление, оно все больше и прочнее входит в нашу культуру медиапотребления. Мы все перешли на это отложенное потребление или потребление on demand постепенно в формате видео. Мы сами решаем, когда. И то, и другое, простите, и то, и другое интересно, потому что, смотрите, люди идут на футбол, потому что игра идет сейчас. Да, и дело в том, чтобы рассказать историю какую-то, ее, конечно, можно рассказывать в прямом эфире, потому что она происходит у вас за спиной, и вы корреспондент в поле, который рассказывает о том, что происходит, или футбольный матч, это определенный формат, который происходит прямо на ваших глазах. И поэтому, ну, одно дело прямой эфир, другое дело кино. Они конкурируют между собой? Нет, это разные форматы. И в этом смысле подкасты, конечно, кино. И сейчас все, кто занимаются подкастами, на самом деле с нуля учатся делать вот этот замысловатый иногда аудиопродукт. Работать с саунд-дизайном, работать со сценарием, работать со структурой, придумывать какие-то форматы. Это именно аудиоспектакль, но такой реалистичный, да, невыдуманный. Ну и потом вот во всем этом аудиопотреблении по запросу, да, аудиопотребление он-деманд, есть такая штука, как звуковой шлем такой, я это люблю даже называть. То есть вы на самом деле сами выбираете себе в каждый момент жизни, с кем вы хотите провести это время, кого вы хотите послушать и как вы хотите, что вы хотите слышать. Во время карантина, надо сказать, эта штука еще больше развелась, потому что сначала, когда я наблюдала, что происходит со слушанием подкастов во время карантина, мы увидели проседание, все, все просело на 20%, никто не слушает. Потому что что произошло? Сценарий жизни людей, в который было встроено это слушание, по дороге на работу, по дороге с работы, он изменился. Все были заперты дома и перестали включать, слушать, все пристраивались к этому новому способу существования. Я в этом смысле ваши цифры не испортил, потому что наоборот, я слушаю во время пробежки, во время, там, не знаю, велосипед и так далее, так далее, вот, это не было связано с дорогой на работу. Через три недели примерно произошло, видимо, так же, как вы слушаете во время пробежки, люди встроили теперь заново подкасты в свою жизнь, нашли это место и стали бегать под подкасты, ходить по квартире под подкасты. Ничего себе. Я, например, слушаю подкасты там на французском языке, пытаясь продвинуться, а там есть такие подкасты, которые построены на многоголосии, когда участвует там пять человек, которые все тараторят, перебывают друг друга, это, конечно, может сойти с ума, особенно, ну, когда у тебя язык так себе. А вот какие есть, скажем, формы замысловатые еще, скажем, американских? Форм на самом деле две. Но прежде чем я скажу про две формы, я хочу посоветовать вам один клевый французский подкаст, он называется «Трансфер». «Трансфер». «Трансфер», он называется, его делает французское издание «Слейт», французское крыло издания «Слейт», и он как раз не очень многоголосный, там часто бывает, что всего один человек в течение часа рассказывает какую-то свою очень драматичную историю. Это как раз время для пробежки. Теперь, что касается, какие они бывают. На самом деле, если вообще откинуть все вариации, подкасты можно разделить всего на две группы. Люди рассказывают истории, люди разговаривают друг с другом. Все, что интервью, все, что беседа трех людей на кухне, спор и так далее, это люди разговаривают, это разговорные подкасты. В этом смысле каждый может попробовать, если есть что сказать, да, потому что... Для этого не нужна большая студия, не нужны какие-то... Если вам есть что сказать, стоит и можно пробовать. Но тут надо понимать, что в большинство подкастов, я не помню, есть какие-то цифры, типа 70% подкастов заканчиваются после второго выпуска. Потому что кто-то понял, о, мне есть что сказать, записал, выпустил, и дальше ему больше нечего сказать. Или нету никакого отклика? Ну, сначала его никогда нету. Если у человека быстро опускаются руки, то его, конечно, шансы на успех невелики. Потому что это такая штука, которую надо делать регулярно. Нужно выпускать раз в неделю что-то желательно, в одно и то же время, и рассказывать всей своей потенциальной аудитории, всеми доступными методами, что у тебя такое есть. И все еще огромное количество незаполненных ниш. Если ваш интерес... По темам? По темам, конечно. Но подкасты же бывают очень нишевые. Можно сделать подкаст для любителей подводной рыбалки, гладкошерстных собак или каких-то особенных кактусов. И наверняка найдется аудитория. И в этом смысле мне очень нравится сегодняшний мир горизонтальных медиа. Потому что они дают возможность любому человеку войти и попробовать. Лика, спасибо вам большое. Огромное удовольствие говорить с человеком, у которого горят глаза, когда он расскажет о своем деле, который он любит и делает профессионально. Поэтому можно чуть чаще встречаться, если у вас будут какие-то... С удовольствием буду вам рассказывать про все новинки этого мира замечательного. Спасибо. Спасибо, до свидания. Канис-терапия. Слово не очень знакомое и редко употребляемое. Хотя, на самом деле, здесь все очень просто. Канис на латыни – собака. Терапия по-гречески – лечение. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. А в чем суть этой терапии? Значит, вообще понятие канистерапевт, вот как я понимаю, оно такое не совсем узаконенное. Нет диплома, как мне кажется, человек, который называется канистерапевтем. То же самое собак-терапевт. Но, вот скажем, наши собаки-хасти, которых мы называем канистерапевтами, которые сейчас будут переезжать в социальные учреждения города Москвы и заниматься с детьми инвалидами и молодыми инвалидами, это вот реабилитационная программа. Значит, в результате этой реабилитационной программы детям, молодым инвалидам должно быть лучше. Это масса всяких вот проблем, которые пытаемся мы решить вот с помощью таких 30-минутных занятий, подготовленных собак, подготовленных людей, вот нашими маленькими или там большими клиентами. Все фотографии, которые сейчас себе показывают, они как раз сделаны на площадке этого центра. Сам центр вообще совершенно замечательный, такой, в общем, европейского уровня. Ну и вот приезжают туда собаки и на площадке, на открытой площадке, на улице. Происходят, значит, какие-то действия, они идут по какой-то методике, значит, они как-то продуманы. Но вот все-таки что является результатом? Значит, дети все очень довольны, значит, родители, которые там скопляются и, значит, смотрят, они тоже все очень счастливы и довольны за своих детей. Ну вот смотрите, значит, то, что вы сказали, здорово, дети довольны, родители довольны, но если бы там были клоуны, например, или Дед Мороз и Шнегурочка, тоже бы довольны. Что делает собака? Нет, ну, все-таки не совсем так. Значит, с собакой происходит плотный контакт. Вот чем, например, хороши собаки-хаски, в отличие от каких-нибудь собак, которые там голенькие, которые не имеют шерсти меха. Вот мальчишечка, пятилетний, аутист. Значит, вот он вцепляется в собаку, как только он появляется на очередном занятии, он вступляется в занятия своими ручонками, покружает свои руки в шерсть, и мы все видим, что он на самом деле находится принципиально в новом эмоциональном состоянии. Видимо, ему стало хорошо. Вот в глазах мы его читаем, что вроде бы как у него жизнь началась. Ну вот, потом, понимаете, как все-таки собаки опять-таки хаские, чем они отличаются? У тебя, у меня есть собака, бульдог. Значит, для нас этот бульдог самая красивая собака в мире. Мы ее обожаем. Наша вся семья ее обожает. Но вот хасти, она красивая в общепринятом смысле. Вы сейчас обедили всех владельцев бульдогов. Алексей, а психолог мне говорит, что когда ты смотришь на хасти, такое впечатление, что она все время улыбается. Я не знаю, это не мое мнение. Мне такая мысль никогда в голову не приходила, если честно говорить. Но психолог, который с ними, с детьми занимался, он это сказал. И это действительно, наверное, так. То есть она, ребенка, располагает в себе. И ребенок раскрывается. Так же, как вот тот уатист раскрывается, так и ребенок раскрывается. Он начинает с ней играть, он ходит за ней с поводком, он делает массу всяких полезных вещей, полезных для него, которые он никогда бы не стал делать. Ну вот, и мы поняли, что на самом деле, когда происходит это взаимодействие инвалида с собакой, то вот эта вот радость, насыщение ребенка радостью и счастьем, оно для инвалида, ну вот там, на порядок выше, чем для обычного ребенка. Он не мог бежать, а он бежит. Вот, кстати, по поводу диагнозов. Вы сейчас привели пример с аутизмом. Какие еще диагнозы здесь? Там всякие ребятишки, самые разнообразные. И там и даун, и аутисты, и ребята с ДСП, и плохо слышащие, плохо видящие. Конечно, очень много ребят с поражением интеллекта. И вот когда собак обучают для того, чтобы все-таки вот они могли контактировать с детьми, все-таки собак нужно не просто обучить, вот там, принеси предмет рядом, встань, ляг, сядь, дай лапу. Значит, вот должна быть какая-то более основательная подготовка собак. В частности, правильно обращаться с человеком, который находится в инвалидном кресле. Человек в инвалидном кресле, у него то же самое, что мы без инвалидного кресла. Если у нас костыль, то она не будет этого костыля бояться. Просить, чтобы он его бросил, а она его принесет, команда опорта. Ну, понятно. Так может быть, может быть, даже так бывает, на самом деле, ничего плохого нет, это нормально. Смотрите, собака это лучшее в этом смысле животное? Здесь, смотрите, лохматые коты бывают, или дружелюбность собаки. Не-не-не, собака тут, вот собака, все-таки она, я думаю, стоит особняком. Вот я взял свою книжку, книжку взял. Значит, это Поли Миль Виктор, знаменитый французский полярник. И вот, значит, здесь в одном месте, он, значит, пишет о собаках. Это вот хороший ответ на ваш вопрос сейчас по поводу... Вот он пишет следующее. Трудно найти животное, в большей степени умеющее выражать свои чувства, чем собака. Она умеет выражать свои чувства. Радость, грусть, благодарность и даже угрызение совести, все можно прочесть в ее глазах. Поли Миль Виктор цитирует, это не его слова, это слова великого норвежского путешественника Амундсона, который с собаками ходил там на Южный полюс и так далее. Вот Амундсен считал, что у собаки есть то, что похоже на человеческую душу. С собакой можно общаться. Когда мы читаем Джека Лондона, там, Белый клык, Зов предков, то мы понимаем то же самое. Любая книга, на которой была написана про собак, написана о собате как человеческом друге. Поэтому вот вместо собате занять, я думаю, ни одно животное не может. Да, ну я даже и не предполагал кого-то протиснуть, собственно говоря, какого-то конкурента. Я просто подумал, почему. Ну так сложилось. Возникает вопрос, конечно, о том, как подготовить человека, которого мы называем канистеропевтом. Я вот начал с того, что никаких, на самом деле, государственных дипломов для этого нет. Есть все эти там сертификаты, которые выдают учреждения, которые как-то умно этих людей готовят. Но вот одним из самых успешных людей, который вот у нас с нашей страны, с нашей страны вместе с собаками приезжал и выступал вот в этой процессе реабилитации детей, была девчонка, которая всего два года тому назад закончила школу. Ну вот она была отличным канистеропевтом не потому, что у нее нет высшего образования вообще. Она не медик, она не психолог, но она, понимаете, эмоционально совпадала с собаками и с детьми. И вот ей это безумно нравилось. Вообще люди вот после четырех часов занятий вот таких вот с инвалидами, люди очень сильно устают. Это на самом деле тяжелый труд, очень тяжелый труд. Но вот за счет этого совпадения вот какой-то настрой, какое-то вот эмоциональное состояние. И вот когда эта девчонка, ей удавалось это эмоциональное состояние уловить, собака, ребенок, она, как между ними, вот это вот и оказывало самый лучший канистеропевт. Ну, это пример того, как человек находится на своем месте. Кстати говоря, это можно сказать о вас каждый раз. Я поражаюсь, насколько вы всегда на своем месте. Спасибо вам большое, Дмитрий. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Вас здравствует канистеропевт. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин